Ирбулзан, пусть ланача не бурнащ, хавастла, илемля, аван. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирбулзан, пусть ланача не бурнащ, хавастла, илемля, аван. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Шерхерых миллиграмм калий пур. Шагинэмэнд юн бозам не чагарма видем гюрет. Е-витамин пар миллиграмм ран яган коколинге норман у добрацэнч бедам важать Е-витамин юн дымарэзэнэ тада юдемн сиен лэ южэк лэхвидэмэн джэн хюделэгэн антиоксидант. Шавнэмай ва чарэбэ юн дымарэзэн чирэзэн джэн узавшы жиранзэхван мабула жэд пануми жактивэзэ бурнышлаган гэрмонзэн жанниэр гэлэгэн тэ антиоксидант пада пуян. Бор элемент пурдэда панумирэ бор ва шомодэрдэм нежэлпэтмэ кирля ябава шаван ва пануміне остеопароспа аптраганзэхэзэн рецэн нэ кэртмэллээх панумирэ абад чэльгэм висчэлэ вижэ грамм пэргэна кирля вижэм вэнвижэ брацэнчэ шэм жин джэдэ хуппин джэдэ шамбада панумі панумі пиды узэлэ абад чэмэш тада панумі абад ирэлдэрэгэн тэдэмэн эшні гэргэлэстэлэшпэ паула вырын ежэнать куу унран пэктин нумайи бежэгэнна чимоданах вау видим гюнэбэ буржэлэх вайэгэш летта тэбэринджэн шэвэгэ дугэн шэцца илнэбэ паха хавах медицинджэ пануміне организм мазь енлэ швак сэнджэн тазацца чирдэн күділээнэ жэн чэнджэн шо бэрдэзээ хаквасшэ элэк лайэх пишсэжитны пануміне вархыцэн пишменніне варвиттэ джухне жимэсэн шимэш сэбэзэм жирлэзээн узэлэ тада шоудохтэры зэмдэ панумі узэлвэне волшоудын нежрэплэднэне пауэрдашшэ абад хыщэн шо дазатма май кэлменджухне панумі шимэ сэнэшэ анчақта шава шозэнэ тазатма манзагаймаламар панумі бэ унэн заткэне шокхвалаган видэмлэм шаман ба шокхан бі хыщэн сэплэнмэ бұлжат хэрлэ панумі анэмі аптразан лайэх сэмэссэ пэвер чирлэ бұлзэн узэлвэ пэчэрнэ зэмэс пануміне варгырым джирэзэн джэн язаба инфэксэрэн зэплэнмэ шимэллэ шанза пазонны бе пэчэрцэ парахсан тады организма жирплэтмэ панумі хуппіншэвне шмэллэ пэр панумі хуппінэ дзинь вэрэнэ пэргургажэв ямава воным твартмава кштах корица хушса шмэллэ шамраквах эликсиры дзэ тады каваща панумі біргі ирэклэ радикал зэнэ сиэн зэрлэтмэ будараган антиоксиданты пахалу сэмлэ панумі сэткэнне астеростыклэроз саамрвах гипертоні аптразан эшмээсэн ящэ вэллэ чарэбэ юнды марэзэн дэдэм нэ пюрэ зэнэ урэ видэм гюрээта вэллэ хыцан вархыцан пидэ узэллэ кавори сахалвэнэ гурэ сэткэнне дзэта батвановне дзэкэртмэ юрэдь хошпэр ракадарды тэрэх панумі сэткэнне арббарбэ буржылы хра метастаззэм адаванасыне чарза авартмэ пударад антиоксидацсэнбэ аскарбин южэгэ нуммайы нэ гуравыл организмран эмэл эшнэбэ пиросуртны бэ бүгінаган химия балызэне наргымышсэне каларма пулжатиккэн панумі сэткэнне куне пэр литтэрдаран эшмэ юрэдь па влах малдан пэчэквэчэн джэн бүшуа малла улэм бэрджи видэрээшсэнвэй хра хунзэрэн вэллэшал эмэлэнэ сэйлэдмэ пулдарады твашы анчақта сиэнэ дэплума пулдарад панумі сэткэнне хырымлок сэткэн южэклэгэ пузык чухне панкреатит хырымлок язвэ аптразан эшмэ юрэмас эмэлээ панумі сэткэнне бэ зэпсэээ шмэлэ маркул вэлээ нэргымашвандарма пулдарад панумі диет тэбедэ нуммай вэгэ тузыгүрмай үрэмас хыды қлэчатка каліда адамандарма вэрлэдэрмэ пулдарад хырымлок чирэзээм гастрит вунік пулмаквы бүржээ язвэ чухне чарэ панумі шимэлэ мар алэргий бэ тэрделэгэн зэне хэрлэйе сарра хэрлэдэ сэле панумі зэн бэ азархан улы бұлмала вэзэм алэргий реакцијне хидэртмэ пулдарасшы панумі вэрэнже синер южэгэ бұршамын ба талықыра виждвады вэрэнегіна шимэ юрадекке чынақта панумі біду ұзылы абат шимэш анжақта бада берге де манза ғаймаламар яшқа жемелі берге де манза ғаймаламар тада абат шимэш сыр бүшне бұлай құмылы бұлмалы берге манза ғаймаламар шагында зэрі ирбулзангыларым бұл жат те бір юрығы шын юдашса мебе сырэн саламзыне зэр пірім вконтакте зәйтірі ұшканна жердага варна саламзыне бұлаза барады шамым бада кәтсек тарар Сәтірі ұшканна жердага, хе біле біче шамрақа, бұл атыртене ще ай юрлас келеке иргелете качкелеть манзамны шумарашшыреть шо нам күтене ай юрлас шыреть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, уважаемые телезрители! Всем еще раз хорошего дня мы желаем! У нас сегодня в гостях студии очень интересный гость. У нас сегодня в гостях директор Чувашского государственного театра «Кукол», заслуженный работник культуры Чувашской республики Елизавета Арьевна Абрамова. Елизавета Арьевна, доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Елизавета Арьевна, расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Всегда ли вы привыкли так рано вставать или мы заставили вас сегодня немного в неудобном положении? Ну что вы, конечно. Рабочий день начинается в 5.30 обычно. Это обязательная гимнастика. Либо она на улице в хорошую погоду, либо дома. Поэтому, конечно, вы не застали меня врасплох. И настроение, как вы спрашиваете, только боевое. Когда меня спрашивают о том, как ты живешь, обычный вопрос, я всегда говорю, бегом. Это очень хорошо. Елизавета Арьевна, расскажите, пожалуйста, немного о вашем театре. Я думаю, что наши телезрители, да и я тоже к ним отношусь, прекрасно представляют, что такое театр в классическом его понимании. Театр кукол. Как живут актеры? Как они относятся к куклам? Да и вообще, в принципе, просто о своем театре. Можете рассказать, Елизавета Арьевна? Ну, если начать именно с театра, начнем со здания театра. Вот вы правильную фразу сказали. В классическом понимании здание наше именно классическое здание, здание памятник. И мы, конечно, вот за 20 с лишним лет моего руководства театром такие глобальные изменения произошли, что в таких случаях всегда говорят, жизнь нельзя прожила. Потому что то здание, которое нам вверено в оперативное управление, так это все называется, мы стараемся беречь и сохранить его классическое, его внешний вид, для того, чтобы люди могли знать, что же было в середине 20 века основой вот такого фундаментального строительства. Вообще, Елизавета Арьевна, я с вами полностью согласен, потому что, когда идешь по президентскому бульвару, ты проходишь мимо дома правительства, ну, там такие более современные здания. И когда проходишь мимо театра кукол, на самом деле, есть такое какое-то, наверное, даже волшебное ощущение. Вот такое уютное, да, да, вот это действительно вот это волшебное здание. Я даже больше вам скажу, в некоторых современных городах, а ездим мы очень много с нашим коллективом, такие мобильные, вообще кукольный театр очень мобильные в этом смысле. И видишь, когда в современных городах даже строится здание, именно, ну, похожее на вот этот классицизм, который был присущ к 50-м годам прошлого века. Поэтому это красиво, это просто, прежде всего, красиво. Ну, мы его стараемся сохранить, как я сказала. И наши зрители, которые постоянно приходят к нам, а здание это функционирует как театр кукол с 91-го года, это уже больше 20 лет, поэтому они видят изменения, которые происходят внутри. Потому что, во-первых, в строках могу сказать, что кроме благодарности к правительству Чувашской республики, в первую очередь, потому что и глава Чувашской республики в первую очередь обратил на это внимание, чтобы детский театр был в первую очередь отремонтирован. И сейчас, когда зрители приходят, они видят ту чистоту, ту свежесть внутренних помещений. Мы уже не говорим, мы зашли внутрь нашего здания, мы говорим о том, что мы зашли внутрь, увидев, что и сверху фасад был приукрашен, и благоустройство. Вот-вот у нас закончится вокруг, то есть во всей красе мы все это увидим. И вот мы заходим внутрь и видим, мы видим уже сейчас Инстаграм, ВКонтакте, все сети социальные, все пестрят тем, что когда молодые родители приходят, они обращают внимание, как тут хорошо. Тут пахнет театром. И это самое главное, чего мы хотели добиться. Но впереди еще много секретов, все раскрывать не будут. Ну и давайте тогда по порядку их раскрывать. Чем отличается театр кукол от обычного театра? Самое главное отличие. Ну, понятное дело, что живые актеры и куклы. Но я хочу услышать от вас, наверное, больше о таком... Об атмосфере. Да, да. Да, вы совершенно верно говорите. Потому что атмосфера, которая создается для ребенка впервые, пришедшая в такое солидное здание, оно не должно быть пугающим. А в этом смысле нам повезло, потому что здание и внутри, оно компактное, такое камерное, и не вызывает не только страх, оно вызывает ощущение восторга, такого маленького, но восторга. И когда мы видим, как ребенок, заходя с мамой, с папой, с бабушкой, смотрит с этими глазенками вокруг и восторгаются, как они умеют это делать, вот мы уже понимаем, что мы достигли какого-то такого правильного направления. Но, конечно, все это... Театр начинается с вешалки. Это вешалка во всем, скажем так, да. Но это не было бы никаким антуражем, никакой инфраструктурой, как сейчас говорят, мы бы не достигли никакого результата, если бы мы своим творчеством не показывали ребенку то, что он хочет увидеть. А ведь то, что он хочет увидеть, даже родители не знают. А профессионалы, они отличаются тем, что они знают, что надо ребенку. Все годы, которые работает театр «Кукол», а надо сказать, что в следующем году, мы должны сказать телезрителям, что 15 апреля 1945 года, это является датой образования нашего театра. Хотя он начал работать, есть такой термин – предыстория. А предыстория началась в 1943 году, когда мобильные группы в Ядринском районе начали ездить и показывать кукольные спектакли. Вот были такие энтузиасты. А в 1945 году появился профессионал Сергей Мерзляков. Он переехал из Татарстана, где 10 лет создавал татарский государственный театр «Кукол». Вот они ровно на 10 лет старше, наши соседи. И в 1945 году, в самый канун Победы, создался первый профессиональный спектакль «Театр кукол». И это является нашим днем рождения. Поэтому, если кто успел посчитать, то в следующем году нам исполняется 75 лет. С наступающим тогда вас, на самом деле. Да, 75 лет – это настоящий юбилей учреждения, надо сказать. С наступающим вас праздником. Спасибо. Я хочу поздравить. Это очень знаменательная дата. Но все-таки после разговоров духовных, я предлагаю спуститься на землю. И хочется все-таки узнать о бытовых вещах. Как проходят репетиции актеров? Как вообще построена работа в «Кукле», где главные актеры – это такие вот красивые фигурки? Да. Ну, надо сказать, что театр – это такое автономное учреждение. Это целое производство, где куклы, декорации делаются руками наших умельцев. Есть мутафорский цех. Цех по изготовлению кукол, по конструкции кукол. Столио по изготовлению декораций. То есть вся та кухня, которая при приготовлении этого красивого блюда, спектакль, делается у нас. В редких случаях, когда мы просто не успеваем, а планы у нас грандиозные, мы заказываем это на стороне. И если это позволяет финансовое обеспечение, а если сказать о финансовом обеспечении, то и здесь нам крупно повезло. И я тоже не могу ни без восторга, ни без вот такого удовольствия сказать, что театром кукол в Российской Федерации начали таки уделять огромное влияние. И с 17-го года появился партийный проект «Партия Дин Россия. Культура малой Родины». И с 17-го года мы получаем приличные субсидии. На эти субсидии мы ставим спектакли. Мы имеем возможность пригласить режиссеров со стороны. Потому что, конечно, мы довольны и теми спектаклями, которые мы местными силами ставим, но все-таки хочется пригласить то, что еще наши зрители не видели. Это всегда такой интимный момент творчества, когда хочется посмотреть, а как же наш зритель отреагирует на то, что у них там где-то наших соседей или дальних соседей ставится. Поэтому в этом смысле по 5 миллионов как минимум мы получаем ежегодно для того, чтобы мы поставили приличные постановки. А к этому еще добавляется оборудование, которое мы можем именно на этот спектакль приобрести. А оно достаточно приличное. Световое, звуковое и так далее. Ну вот, репетиции, про которые вы говорите, они проходят в двух залах. А это тоже здорово. Вот мы один зал, который у нас был просто репетиционным. Я помню, когда я пришла в театр, там стояли стулья, собирались собрания. Мне как-то очень жалко стало этого пространства, достаточно такой 40 квадратных метров, и просто так его отдавать на какие-то там собрания. Собираемся именно собрания и так в зале. И мы потихоньку превратили его в малый зал. А что такое малый зал? Это не только репетиционный зал, но и зал для проведения камерных спектаклей. А в кукольном театре или, правильнее сказать, театр кукол. Не кукольный театр, а театр кукол. Именно камерность – это как раз создание такой внутренней атмосферы для ребенка, для его родителей, чтобы они могли понять то, что происходит на сцене. Им нужно маленькое пространство. Большого они или не понимают в лучшем случае, или в худшем случае пугаются. Поэтому мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы дошло до них все то, что мы им даем. А мы не всегда даем классику. Потому что зачастую приходят родители, которые читают сказки детям на ночь. Но театр не хочет только по сказке, по книжке, книжную иллюстрировать то, что написано в книге. Хочется дать что-то такое, над чем ребенок может подумать. Ну вот, в волшебном процессе репетиций это все и происходит. В малом зале, в большом ли зале есть у нас еще один зал, который мы превращаем. Это, наверное, впереди мы об этом поговорим. Потому что хочется еще одну такую отдельную деятельность нашу подчеркнуть. Это создание студий. Причем студии по работе с особенными детьми. Этим занимаемся мы уже тоже больше 10 лет. Поэтому просто все кипит. Каждый квадратный сантиметр нашего здания в дело. Елизавета Арьевна, вот у меня появился такой вопрос по мере нашего разговора. Я вспомнил то, что в театрах обычно всегда есть какие-то суеверия. Ну вот, допустим, у артистов, если ты уронил сценарий в бумажном варианте, нужно обязательно на него сесть, потом только поднять. Ну, такие вот интересные суеверия. Есть ли какие-то специфические суеверия в театре кукол? Честно говоря, специфические я не знаю. Но с точки зрения обычных я видела сама, как перед премьерой актеры или сидели, или лежали на пьесе. И я думаю, что они отдыхают, что ли? Нет. Они как раз высиживают этот текст, который ни в коем случае нельзя забыть. Потому что любое непроговаривание, любая остановка, она всегда очень хорошо видна. Елизавета Аревна, собственно, 2019 год, год театра, ну, он уже почти подходит к завершению. Какие итоги вы можете подвести, собственно, по... Какие результаты 2019 года конкретно вот у вашего театра, у театра кукол? Ну, я должна сказать... Фудотворно ли он прошел для вас? Я даже вот слова не могу подобрать, как прошел год театра. Вообще, обычно, знаете, как у нас бывает, особенно, мне кажется, у нас в стране, потому что объявляется какой-то год, и, казалось бы, вот и все тебе, раз год театра, значит, тебе все вот преференции даются. А нет, если тебе даются преференции, а они, конечно, есть, вот, мы должны это все очень хорошо отработать, на полную катушку. И в год театра театрам досталось всем, ну, в том числе, конечно, и нам. Но это слово досталось, может, не совсем удачное. В хорошем смысле, конечно. И вот вы здесь видите... Собственный результат. Да, собственный результат. И то я, мне кажется, просто не успела все взять, потому что, действительно, этого всего много. Это дипломы тех фестивалей, тех мест, которые мы посетили в этом году. Ну, начнем с нашей вот прекрасной куклы. Все, наверное, увидели. Эта кукла именно сделана в цехах наших. Она вот особенная, потому что, ну, такой вот нету. Но она облетела весь мир. Вот, по крайней мере, всю Евразию, где бы мы ни бывали, начиная вот с ближнего зарубежья прибалтийских стран и нынче в этом году до Сахалина дошла. Она побывала в Таиланде и в некоторых, скажем, странах дальнего зарубежья. В Турции, в Казахстане. Тоже ближние зарубежья, но, тем не менее, тоже очень далеко от нас. Эта кукла выставочный экземпляр или она принимает участие в постановке? Нет, это, значит, как бы стационарный, скажем так. Это подарок. Мы своим гостям, своим гостям ли, или тем, к кому мы приезжаем, мы пишем, от кукольников Чувашей с любовью. Вот это, значит, такая фраза, которая вот сейчас стоит во многих-многих театрах кукол или где-то в официальных заведениях. Это наша кукла. Есть еще такой маленький вариант, который, видите, написано ЧТК. Это Чувашский театр кукол с таким вот, так бы, визитной нашей карточкой. Мы все говорим, что это сделано из нашей чувашской липы. Это теплое дерево, которое приносит энергетику. И поэтому люди верят. И сколько бы мы не посещали повторно те места, которым куклы тебе принадлежат сейчас, они все стоят на местах и греют. Вот, я хочу сказать. Ну вот дипломы, да? Давайте по порядку, да. Елизавета Арьевна, собственно, люди, которые путешествуют по миру, отмечают на карте места, где они побывали. В вашем случае это дипломы из тех городов, тех республик, субъектов РФ, где вы в этом году побывали, где заняли какое-то место. О каждом дипломе буквально вот пару слов. За что, в какой степени? Ну, начну с того, что, значит, все фестивали, либо гастроли, которые в этом году происходили, они происходят не только для того, чтобы показать или посмотреть. Да? Естественно. А они нас учат. Учат, во-первых, творческий состав, потому что отсмотр спектаклей фестивальных или гастрольной деятельности, она, значит, предусматривает еще своих вот хозяев, которые нас принимают, тоже их работу посмотреть. Или гостей фестиваля. Себя показать, на других посмотреть. А как себя позиционировать? Нужно понимать. Во-первых, ты приезжаешь в чужой город, и там ментальность зрителя совсем другая. Хочется посмотреть, впечатление производим или нет. Ну, вывод такой. Производим впечатление. И хорошее впечатление. Не только потому, что мы национальный театр, и если представится возможность, мы обязательно ведем национальную постановку. Как случилось в одной из последних наших фестивалей, начну с конца, это вот на Сахалин мы ездили. Мы там повезли национальную постановку «Голубка», которая поставлена по гранту главы Чувашской республики по стихам нашего великого поэта Петра Хузангая. Вот. И обратите внимание, что здесь вот в этом дипломе, просто я почему его первого сказала, гениальный диплом, потому что, видите, здесь даже есть янтарь. Они не все знают, что не только в Прибаловске янтарь есть, но и у нас в России есть прекрасный янтарь именно на Сахалине. И вообще Сахалин так хорошо развивается, что даже фестиваль, который мы посетили, это был такой чудесный фестиваль с такими изумительными работами, что мы со своей голубкой должны были так себя показать, чтобы произвести впечатление. И вот очень радостно, что подходили корреспонденты, писали статьи на официальном сайте Сахалинской области, мы были выставлены и показаны именно вот, ну, благодарность, что мы сделали такой выбор, показать национальное искусство именно в кукольном таком исполнении. Хоть это и мюзикл, и вживую наши молодые актеры работают, но это было здорово. Вот. А начали мы тоже с национальной постановкой. Это диплом, такой фестиваль тюркских народов, «Наурус» в Казани, он проходит ежегодно. Один год это идут семинары, обучающий такой формат, а другой год это фестиваль. И в этом году мы тоже показали голубку, но уже на чувашском языке. Вот. Это тоже было очень здорово. Для нас это была отдельная такая работа, где приобретенный, так же, сказать, по партийному проекту оборудование, мы его привезли с собой для синхронного перевода, и синхронный перевод там происходил. То есть тоже в стихах у Зангая. То есть в переводе все это, в общем-то, все по-взрослому, как мы сейчас говорим. Потом мы отправились в подмосковные Мытищи. В Мытище – это диплом чайпития в Мытищах уже под номером 6, в шестой фестиваль. Мы на всех шести фестивалях участвовали. Там художественным руководителем театра «Огнива» был наш великий большой друг. Это Станислав Федорович Железкин, который, к сожалению, ушел от нас два года назад. И за те 20 лет, что мы были с ним, он очень много сделал именно для нашего театра. Он нас понимал, он очень часто у нас был, участвовал на нашем фестивале всегда. И друзья, которые были друзьями Железкин, стали нашими друзьями. Вот так делаются крупы друзей. И мы очень благодарны. Здесь мы показывали «Снежок», спектакль, казалось бы, такой очень кукольный. Но надо знать приоритеты, которые хочет регион увидеть. И мы берем «Снежок», тоже поставленный по гранту, по партийному проекту. Мы его привезли туда. Это чисто кукольный спектакль. Там почти нет актеров, только там такие сцены. А там одну куклу ведет два или три человека. Вот такая специфика есть у нас. Также мы там участвовали, в «Мытищах». Есть такой имени Железкина. И с этим спектаклем мы участвовали в премии. Не заняли, конечно, первого места, но потенциал есть. Ну вот это вот так, скажем. Затем мы переехали во Владимир. Сразу же после «Мытищ» участвовали в фестивале «Золотое колечко». Это второй уже фестиваль. И второй раз мы участвовали. С Владимиром у нас очень хорошее отношение. И с Владимиром мы обмениваемся и гастролями обменными. Приехавшие из Владимира и побыв всего недельку, мы отправились 4 октября в очень длительное путешествие. Это на Сахалин, как я уже говорила. И сразу из Сахалина мы прилетели в Новосибирск. В Новосибирске были гастроли тоже федеральные. Федеральные гастроли – это тоже та хорошая помощь государства на гастрольные действия. Раньше этого не было. Вот для того, чтобы сделать гастроли, они чаще всего были проигрышные. Хотя по нулям бы съездить, и то хорошо. А эти гастроли финансируются полностью. Вот представьте себе, что для того, чтобы нам съездить в Новосибирск, слетать туда-обратно, перевезти декорации и гостиницы, нам государство дало, федеральные средства были, в миллион сто. Ну где бы мы такие деньги нашли? Понятное дело, что через Урал мы бы и не перешагнули бы. И раньше вот этого понимания сибирского куста, как мы говорим, не было. И сибирский куст развивался сам по себе. А нам-то интересно же все это было узнать. Поэтому, конечно, мы ездим и по центральной части России, что проще. Но вот эти гастроли в Новосибирске и отзывы, которые там были, они показали, насколько вот это все надо. Мы, конечно, ждем, что и новосибирские кукольники приедут к нам. Когда мы смотрели их спектакль на сцене, а там же был репертуар, там же идет деятельность обычная, их деятельность, мы куда-то на выезд едем. А они на стационарный показ. Очень интересно было посмотреть с точки зрения... Как у них происходит процесс. Да, конечно. Во-первых, это ведь не только игра актеров, что самое важное. Но ведь важно и оформление художественное. Художественное оформление с точки зрения даже художника. А световое оформление, звуковое оформление. Ну и, конечно, мне как руководителю приходится смотреть больше даже и на потолок, на котором есть оборудование. А есть ли у нас такое? А как достичь того или иного эффекта? А все ли мы сделали? Но, к чести сказать, что и оборудование мы уже все поставили, слава богу, и на большой, и на малой сцене полностью оборудовано. И все это с дистанционным управлением. Мы этим очень гордимся и очень благодарны правительству Чувашской республики. Елизавета Арьевна, на самом деле, очень насыщенный 2019 год, который еще не закончился. И уверена, что у вас еще на остаток этого года запланировано тоже много событий и мероприятий. Но все-таки хорошо то, что вы едете очень много по гастролям, по России, по нашей стране, и даже вы езжаете за ее пределы. А здесь, в нашем городе, в Чувашской республике, в Чебоксарах, устраиваете ли вы гастроли, ездите ли вы по районам, показываете ли вы представления для жителей района? Ну, безусловно, конечно. И вот если даже привязывать все о том, о чем я с восторгом говорю, это о поддержке, что сейчас в культуре оказывается. Такие беспрецедентные сейчас финансовые средства выделяются, в том числе и в районах. И если я не совру, то около 200 сельских домов культуры было или построено, либо отремонтировано сейчас. Но ясное дело, что туда уже хочется поехать, если раньше приезжали в холодные помещения, не оборудованное. Ну и зрителям-то современным. Сейчас мы все смотрим сети, у всех есть гаджеты, в которых они видят, в тех условиях, в которых сидят зрители других регионов, стран и так далее. Поэтому сейчас хочется сделать, адаптировать это все на современность. И приятно, что в новых обновленных сельских домах культуры нам сейчас приходится выступать. И в своих планах, вот вы как говорите, это увеличение гастрольной деятельности именно по районам. Что тоже было, ну скажем так, немножечко, если не подзабыто, то немного сошло на какой-то минимум, скажем так. А сейчас и в постане главы Чувашской республики было сказано, что мы должны увеличить гастрольную деятельность, что мы и делаем с большим удовольствием. И в планах 2020 года, к нашему юбилею, должно рассказать маленький секрет, мы карусель сказок, который мы проводили в этом году сами, вот должна сказать, что мы и сами проводили наш фестиваль, просто грандиозный фестиваль в этом году, первый международный карусель сказок. А формат карусели, он начался с гастрольного фестиваля. Мы гастролировали по городам, по Волжье. То есть одновременно в один день выезжали Чебак, Сары, Вишкаралу, Вишкаралу, Набережная Челны, Набережная Челны в Казань, Казань в Ульяновск, Ульяновск, Саранск, Саранск к нам. И так по кругу мы гастролировали. Потом мы стали привлекать несколько российских театров к нам, как лучики, скажем так, солнечные. И у нас появилось малое гастрольное кольцо. И вот это малое гастрольное кольцо в апреле следующего года, 20-го, как бы к юбилею нашего театра, мы и осуществим именно в отремонтированных, в новых, ну, может быть, и не совсем новых, кто еще не отремонтировался, но думает это делать, мы обязательно вот такой большой круиз сделаем. Елизавета Арьевна, возможно, среди наших телезрителей, те, кто сейчас смотрят нашу передачу, есть такие люди, которые ни разу не были в театре кукол, ну, как бы неприскорбно это звучало, я тоже ни разу не был у вас в гостях. Вам должно быть стыдно. Мне стыдно. Скажите, пожалуйста, в чем главный секрет, главная фишка, волшебство театра кукол, и почему нужно обязательно хотя бы один раз посетить ваш театр? Но есть такое выражение, как живое общение. Вот это живое общение ничем не заменишь. Если мы сейчас все, даже мы уже теперь и детей не ругаем, потому что мы сами подчинились вот этому сидению в гаджетах. Нам это удобно. И если у тех, у кого все-таки находится смелость, решимость взять все-таки и пойти повести ребенка, никто никогда не приходит разочарованным. Потому что у ребенка это живое общение ничем не заменишь. Они и так лишены этого всего. И когда они приходят, вот недавний пример, это все было в Инстаграме, я с таким удовольствием читала это все. Пришла девушка, у нас был дополнительный сеанс в малом зале. Вот как раз спектакль «Снежок» мы показывали, а он такой про любовь девочки к собаке. И сюжет такой интересный. И сидела женщина, которая с двумя своими дочками, одной там лет пять, другой года три, она пришла в первый раз все-таки, пришла с двумя своими девочками. И вы знаете, она выложила такую интересную информацию, я ей очень благодарна. Потому что, во-первых, мы сейчас в практике обязательно фотографируем. Сейчас уж прям фотографироваться, это все наше все. А в основном ведь родители фотографируют своих детей. А когда ты предлагаешь, вот предлагаем их обстоятельства, как у нас говорят профессионалы, да, фотографироваться вместе мама, папа там или кто-то, это срабатывает очень хорошо. И когда это последняя жирная точка, после просмотра спектакля, живого общения, когда ребенок после спектакля еще и куклу потрогает, и увидит, какая она волшебная, это здорово. Приходите, пожалуйста, к нам, и вы увидите, насколько столько восторга будет у ваших детей. И не только у ваших детей, потому что вся драматургия спектаклей наших поставлена и для вас, взрослых. Для взрослых, в том числе. Да, потому что с ребенком нужно разговаривать. Надо с ним разговаривать после спектакля, и вы увидите, сколько ребенок вас знает. С репертуаром театра кукол можно ознакомиться в интернете, на официальном сайте вашего театра. Вообще, Елизавета Арьевна, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли и рассказали о театре кукол. Оказывается, у вас такая насыщенная жизнь интересная. И, собственно, мы хотим вам пожелать дальнейших удач и успехов. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Спасибо и вам за предоставленную возможность лишний раз показать молодым родителям, бабушкам и дедушкам, что существует такой хороший способ научить ребенка думать. Приходите к нам и вы увидите в этом. И провести вместе с детьми и вместе время. Тем более наши спектакли идут недолго, 40 минут, и у вас столько восторга останется на много-много дней. Спасибо большое, Елизавета Арьевна, уважаемые телезрители. Наша передача подходит к завершению. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok